Актуальное интервью Ильдар Маликов, здравствуйте. Добрый день, Гульнара. Расскажите нам о деятельности Совета. Совет является представительным органом. Мы представляем муниципальный район. И наша деятельность в основном заключается в принятии нормативно-правых актов. И как раз для многих наших жителей, избирателей, в принципе, может быть непонятна структура и назначение Совета. Это Совет как раз не такой публичный орган, как администрация, потому что мы не каждый день проводим оперативное совещание, не участвуем ежедневно в жизнедеятельности района, не решаем какие-то насущные проблемы, которые актуальны. Но, тем не менее, Совет создает нормативно-правовую базу для работы администрации, для обеспечения ежедневной жизнедеятельности района и принятия решений. В 2019 году Совет в составе 16 депутатов продолжил свою работу. Было основной деятельностью депутатов в Совете является участие в заседаниях Совета, на котором как раз мы рассматриваем и нормативные акты, правовые акты, принимаем решения. Также основной деятельностью, одной из основной деятельностей депутатов является работа с избирателями. На участках мы проводим приемы граждан, решаем те насущные вопросы, которые обращаются к нам депутаты. За прошедший год проведено уже на сегодняшний день 10 заседаний. С учетом декабрьских заседаний мы планируем провести все-таки уже 12 заседаний. Основные вопросы, которые мы рассматриваем на заседании Совета, связаны с принятием бюджета, с выполнением бюджета. Так вот, в текущем году, таким образом, на 9 заседаниях были внесены изменения бюджета текущего года. А если подробнее остановиться на бюджете, какие-то вот эти изменения касались чего именно? Ключевыми вопросами в деятельности заседаний Советов является все-таки рассмотрение вопросов социального характера. И одним из ключевых, я еще раз повторюсь, наверное, рассматриваются вопросы изменения и дополнения в бюджет текущего года. Это связано с тем, что в текущем году поступают или изыскиваются новые средства для трансфера из регионального бюджета для выполнения тех или иных программ. Без соответствующего решения Совета эти программы не реализовываются. Естественно, администрация не может сама принимать решения по выделению денег или перераспределению денег в том или ином направлении. На те или иные виды работы или услуги. Особое место в работе Совета является отчет главы администрации района. Ежегодно у нас это принято. Отчет главы администрации проходит у нас в начале следующего года. То есть вот февраль 2020 года у нас планируется заслушать отчет главы администрации. И в то же время я сам буду отчитываться как представитель Совета перед нашими избирателями и перед Советом. Открытость и прозрачность работы Совета осуществляется путем размещения данной информации на сайте, на портале. Также все нормативные правовые акты мы размещаем в районной газете. Перед принятием или до принятия решения все нормативные акты проходят согласование в прокуратуре. Все принятые нормативные акты после принятия направляются в Госкомитет по делам юстиции Республики. Заседание проходит открыто. При участии практически на каждом заседании участвуют у нас глава администрации района, прокурор района, средства массовой информации, ответственные работники администрации, заместители главы администрации. На особом контроле Совета стоят вопросы по координации деятельности администрации сельских поселений, участия сельских поселений в наших проектах реальные дела, проект поддержки местных инициатив. Наши депутаты активно участвуют в этих собраниях, работают с избирателями в этом направлении. К слову сказать, во всех сельских поселениях завершились итоговые собрания поддержки местных инициатив, проект поддержки местных инициатив. В 2020 году на реализацию проекта поддержки местных инициатив планируется 16 миллионов рублей. Также завершено формирование наказов избирателей на 2020 год по программе «Реальные дела». По данному проекту ожидается финансирование из республиканского бюджета в размере 2 миллионов рублей. Каждый сельский совет получит на решение вот этой программы по 100 тысяч рублей. Это будет направлено на благоустройство родников, замена окон, усердение культуры и образования, благоустройство кладбищ и так далее. Для более детального изучения некоторых актуальных вопросов у нас продолжается также программа «Депутатский час». Буквально на прошедшем заседании мы рассматривали вопрос, считаю, что очень актуальный вопрос, это вопрос агропромышленного комплекса. Здесь поставлена задача и рекомендована администрации активизации наших фермеров, наших предпринимателей для участия в республиканских программах. Там очень много программ, и нам надо сопровождать, буквально, что называется, каждого фермера водить за руку, чтобы привлечь дополнительные средства. Это действительно реальная программа, и работает она во многих муниципалитетах, активно пользуются этой программой и привлекают инвестиции в свой район. Что касается также открытости, все депутаты у нас зарегистрированы в портале «Депутаты», в портале «Открытая республика». Данные порталы – это федеральные порталы, там представлены все депутаты от сельских поселений до Государственного собрания Курл-Тай Республики, также Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации. Ведется определенный рейтинг по активности участия депутатов в своей работе, по освещению своей работы, по встрече с избирателями, участие в тех или иных мероприятиях. Если говорить о планах на 2020 год, в 2020 году завершается срок действия полномочий депутатов 4-го созыва муниципального района Яновольский район. В оставшийся срок нам, прежде всего, всем депутатам необходимо сконцентрироваться на решении тех приоритетных задач, которые направлены на развитие нашего района, благосостояние его жителей и совершенствование нормативной базы района. В предстоящем году также будет продолжена плановая работа совета, это заседание совета, работа постоянных комиссий. Планируем также проведение формата депутатского часа в сельских поселениях с главами, с советами сельских поселений, имеется в виду, с администрациями. Одно из нововведений, которое мы планируем в этом году внести, это депутатский урок в школах нашего района, с участием, соответственно, депутатов и районных депутатов, а также депутатов сельских поселений. В рамках этого урока мы планируем ознакомить наших школьников с работой, со структурой совета, на которых будут рассказаны об основных направлениях деятельности и нормативной правовой базы нашего района. Есть ли обычный житель, у него возникли какие-то вопросы, он скорее должен обратиться к своему депутату, то есть от избирательного, так скажем, своего округа? В принципе, обращения, то есть обязательных условий никаких для наших избирателей нет. Все депутаты проводят прием граждан, это у нас график определен. В принципе, последние пятницы месяца ежемесячно мы проводим каждый в своих избирательных округах, в сельских поселениях наши депутаты выезжают и проводят прием граждан. По принятым вопросам мы дальше направляем или письменные обращения в администрацию, или устно. Некоторые вопросы, в принципе, они решаются в онлайн-режиме, что называется, по телефонным звонкам. В основном прием граждан, то есть это личные встречи. Следующая форма по взаимодействию с нашими депутатами, это наши социальные сети. Каждый депутат также, кроме того, как зарегистрирован в портале депутата, мы зарегистрированы в социальных сетях, то есть в то же время и электронная почта у нас работает всегда. В принципе, у нас население, наши избиратели активно пользуются вот этими инструментами, они обращаются, выходят, некоторые моменты даже мы, то есть это вот на ходу буквально решаем. Ну, понятно, что есть вопросы, которые, в принципе, вот они годами не решаются, и мы не можем, они стоят на контроле, но в силу отсутствия средств, то есть они включаем в дальнейшие наши планы по работе, по решению тех или иных задач. Бывают некоторые вопросы, вот на самом деле они сложные, то есть ни одного дня, потому что уже история решения этих вопросов есть, она довольно длительная, обращаемся в органы исполнительной власти республики, тем не менее, ну, эта работа продолжается, что называется, дорогу оселит идущим. Мы все равно должны идти вперед и должны этим заниматься. А есть вопросы, которые чаще задаются? Чаще вопросы наших людей интересуют, естественно, наши, это основные вопросы, это дороги, это благоустройство. Вопрос также был вот актуальный сегодня остается, вопрос питания в школах. Наша постоянная комиссия по социальным и гуманитарным вопросам изначально уже держит руку на пульсе, что называется, в данном вопросе. Активно депутаты выезжают в школьные, в школы района, где проводится питание, за качеством питания, с участием родительских комитетов мы их привлекаем. Совместные рейды делаются по качеству, по количеству питания, по тому, что насколько своевременно, насколько это вкусно, приятно, то есть они сами пробуют и, в принципе, многие вопросы, которые вот есть у нас, моменты, когда люди, родители, не имея большого представления, в кулуарах сами между собой обсуждают и потом выкладывают это в сети. Когда мы их, этих родителей, специально приглашаем вот на эти рейды, на эти выезды, и они действительно сами убеждаются и практически все вопросы снимаются. Что хочу сказать, то есть активная работа именно вот депутатского корпуса позволила, то есть снять вот такой накал вопросов, который шел по детскому питанию. Также на одном из заседаний совета в формате депутатский час был заслужен отчет комбината детского питания. В принципе, также выданы рекомендации, получены ответы на некоторые вопросы и принято решение о дальнейшей совместной работе нашей постоянной комиссии с этим комбинатом питания, чтобы наши дети, наши школьники получали своевременное, горячее, добротное, качественное питание. За последнее время работы, деятельности совета, что бы Вы отметили тоже? Вот такую положительную динамику, как такой общий небольшой итог этого созыва работы? Общий небольшой итог, в принципе, наверное, действительно, может близко, что называется, к финишу. То есть осталось буквально считанные месяцы работы вот этого созыва. Что хочу сказать? Прежде всего, хочу выразить благодарность нашим депутатам за активную жизненную позицию, за позицию, которую они выражают прежде всего, выражается прежде всего в работе на своих избирательных участках, на участии в заседаниях совета, то есть на каждое из заседаний совета у нас практически, ну если не стопроцентно, но максимально у нас участвуют депутаты. 80 процентов, я так думаю. Но это еще мы представим, конечно, в нашем отчетном докладе, мной будет представлено, с чего мы добились, что нам еще надо делать за короткое время. В принципе, ну кроме слов благодарности, наверное, я ничего не скажу. Я благодарен депутатам, то есть активный депутатский корпус, созыв такой активный, все молодцы, и я могу только за них порадоваться. То есть какие-то задачи, которые вы ставили, перед ними реализовывали? Ну перед ними я бы не сказал, что я ставлю задачи. Мы совместно как бы ставим и определяем эти задачи, плотно работаем мы с администрацией района, потому что невозможно работа отдельно представительной власти или органа исполнительной власти, то есть заместители главы администрации, глава администрации активно мы обсуждаем вопросы, вносим, принимаем решения, и это как бы показывает нашу работу, прежде всего, работу администрации, которая направлена прежде всего на благосостояние наших людей, на выполнение тех или иных задач, проектов и улучшение жизни наших жителей. Второе направление вашей деятельности, вы являетесь директором тепличного комбината Янаульски, расскажите о деятельности комбината. Вопрос работы тепличного комбината, он довольно-таки сложный для нас, и мы вот седьмой год практически занимаемся этим вопросом, вопросом расширения дальнейшего строительства комбината. Этот год был еще более тяжелым, буквально в июле месяце Радий Фаридович приехал, посетил наш комбинат, и принял, в принципе, единственное правильное решение, и благодаря этому решению у нас есть определенные планы, которые мы будем планируем реализовать в следующем году. По его решению была оказана финансовая поддержка нашему предприятию, через региональный фонд представлен долгосрочный займ, который нам позволил на сегодняшний день остаться на плаву, и в то же время мы провели, вот на сегодняшний день уже провели корректировку проекта. Проект проходит сегодня государственную экспертизу, и буквально на днях мы планируем с этим проектом выйти на экспертный совет республики и зайти, войти в план финансирования строительства в 2020 году. Определенные сложности по работе комбината возникли в связи с тем, что мы работаем уже на устаревших теплицах, это система конструкции антрацит, и основная проблема у нас невозможность получать продукцию в осенне-зимний период. Это вот ноябрь, декабрь, январь мы не можем, у нас нет возможности получать продукцию, естественно, у нас нет выручки. Это приводит к определенным финансовым затруднениям с нашими поставщиками тепловой энергии, огромную, до 40% наших затрат составляет эта тепловая энергия. Поэтому новые теплицы уже, теплицы нового поколения, системы электрического досвечивания позволят получать урожай вот в эти месяцы, и это позволит, естественно, нам увеличить нашу рентабельность и способность держаться на плаву и более того, развиваться. У нас появится залоговая база, предполагается строительство этого, строительство дополнительных блоков в два этапа. Первый этап, вот мы, еще раз повторюсь, при поддержке республики, а второй этап, я думаю, что у нас уже появится залоговая база, у нас будут свои средства, мы привлечем уже инвест-кредит и будем выходить на другой уровень развития. Еще раз огромная благодарность главе республики за то, что вовремя обратил внимание на наше предприятие, заехал, видел своими глазами и принял решение, которое, еще раз говорю, вот люди сегодня буквально мы ведем посевную работу, как ни странно, да, на дворе в декабрь месяц мы закладываем урожай следующего года, на трех гектарах мы будем выращивать огурцы в первом обороте, и на второй мы планируем выращивать помидоры. Буквально вот я, сегодня мы отсеялись, пойдут сходы, и высадка предполагается на гектарах в начале января, ну и вторая декада, февраля, я думаю, что мы наших покупателей уже обрадуем нашими первыми огурцами, качественными, я еще раз подчеркиваю, потому что действительно мы применяем технологии выращивания, у нас она очень хорошая, современная, применяем биологический метод защиты растений, то есть не стесняясь и не боясь ничего, нашу продукцию мы с радостью можем рекомендовать и рекомендуем детям, то есть никаких там химикатов мы не применяем. Пчелопыляем огурцы, биологический метод защиты, активно мы пользуемся тем моментом, что приглашаем наших школьников на экскурсии, которые своими глазами видят, как у нас работает биолаборатория, лаборатория, как выращиваются огурцы, как пчелы работают у нас на гектарах, то есть это вот, я думаю, что многие участники вот этих мероприятий, они говорят, что мы никогда не думали, что вот на самом деле у нас в районе, у нас за огородом, что называется, такое высокотехнологичное производство. Коллегам нашим я бы пожелал прежде всего крепкого здоровья, терпения, и благодаря тем принятым решениям, я надеюсь, мы все-таки, мы увидим, мы построим, мы реализуем новый проект и будем работать в современных, новых теплицах, на новых условиях и за это получать уже соответствующую заработную плату, достойную. Она, в принципе, и сегодня достойная, средняя зарплата на предприятии, она не ниже районного у нас, при этом сохраняется весь социальный пакет, работники обеспечены горячим питанием, она субсидируется у нас до 20% питания, также мы обеспечиваем подвоз и отвоз наших работников до комбината и обратно. Еще раз мы надеемся, что у нас, мы выйдем на другой уровень и будем работать. А примерной площади планируется сколько? Примерной площади планируется на первом этапе, то есть в 2020 году мы планируем запустить первые полтора гектара, как только все это мы наладим, что называется, в 2021 году, естественно, мы это будем закладывать уже в 2020 году, чтобы выйти на 2022 или даже на 2023 год, реализации следующих полутора этапов. На первом этапе также закладывается практически вся инфраструктура, это сети, силовые сети, это линии электропередач, она, в принципе, закладывается полностью на два этапа, то есть на три гектара. Таким образом, дополнительно, вот мы планируем ввести в эксплуатацию в ближайшие 2-3 года три гектара теплиц. Это создаст новые рабочие места? Это создаст дополнительно к существующим, у нас сегодня на комбинате трудится 60 человек, дополнительно мы создадим рабочие места для 25-30 человек. То есть это безусловно тоже положительный момент? Безусловно, потому что вот для сельских поселений люди, почему мы говорим, что люди уезжают, уезжают у города, в крупных города, в поисках работ, прежде всего из-за того, что нет достойной зарплаты, нет уверенности в завтрашнем дне, что они могут работать, обеспечивать семью и получать гарантированную зарплату сегодня, завтра, послезавтра, что называется. Безусловно, мы являемся селообразующим предприятием. Тепличный комбинат в своей работе активно взаимодействует с сельскими поселениями. Мы занимаемся очисткой дорог. Там уже не говоря, что наши граждане подходят нам по оказанию тех или иных услуг. Естественно, это на возмездной основе, но это буквально символические такие деньги, за которыми мы помогаем решать те или иные задачи. 10 декабря вместе с главой администрации района вы присутствовали на послании главы республики. Расскажите подробнее о самом послании. Ну, что подробно можно обозначить? В принципе, как Ради Фаридович сказал в конце своего выступления, никаких ярких лозунгов, никаких призывов не будет. Все задачи обозначены еще в прошлом году. Мы будем, как он любит выражаться, работать и дожимать всю ситуацию. Ну, красной линией проходила. То есть изначально ставится вопрос на консолидацию общества, во-первых. То есть мы должны единым фронтом идти, решать эти задачи. Практически затронуты на этом послании все аспекты нашей жизнедеятельности. Это образование, это здравоохранение, это культура, это производство, это сельское хозяйство, наука. Были на послании представители вот этих всех отраслей, которые назвал, которые достигли определенных вершин, являются примерами для нашего общества, чтобы мы могли гордиться. То есть мы гордимся на самом деле реально этими людьми. Что для меня как бы очень, наверное, впечатлило, это вопрос, который касается наших детей, семьи. То есть демографическая ситуация в республике и в целом по стране, она очень сложная. Приняты очень большие программы в республике по поддержке семьи, материнства, детей. И призыв ко всем участникам, вообще, ну, я считаю, что ко всему населению республики, ко всем избирателям. Во-первых, он сказал, что оказано огромное доверие на прошедших выборах как главе республики. И единственная задача, которая стоит перед командой главы республики и, соответственно, перед муниципалитетами, это служение народу, выполнение тех задач, которые будут направлены на улучшение социально-жилищных условий нашего населения. То есть решение тех насущных задач, которые мы решаем, в принципе, ежедневно. Благодаря этой программе «Инцидент» многие вопросы решаются в онлайн-режиме, многие вопросы решаются за короткое время. Ну, а некоторые вопросы, которые действительно требуют и проработки, и подготовки, они включаются в план, ставятся на контроль, ставится определенный срок решения этих задач. И по выполнению снова отмечается, что оно выполнено, и взаимодействие с инициатором этого вопроса все равно отрабатывается и доводится до его связи. Или он уже видит просто результат той работы, которая есть. Также главой республики было отмечено, что инвестиции в республику увеличились за прошедший год на 15%. В принципе, это, наверное, мы все люди, которые как-то или иначе знакомы с этими цифрами, отметят, что данного в истории республики не было. То есть это первый раз за последние годы. Вот такой рост мы продемонстрировали, хотя в предыдущие годы эта цифра равнялась нулю. Наш район, если как-то оценить вот этот год даже, стабильность, позитивная динамика? За прошедший год, в принципе, не то что динамика, мы, я считаю, что все-таки сделали очень большой шаг. Это, конечно, это мое субъективное мнение, как, скажем, как представитель совета даже. Я вижу, насколько республика подключилась и насколько отреагировали муниципалитеты. И наш район не является в этом плане исключением. Огромная доля денежных средств направлена на выполнение, прежде всего, опять-таки, социальных задач. Это наши школы, наше образование, наши дороги, инфраструктуры, наши медицины. Это сельские фельдшерские, кушерские пункты, которые выполнялись как по федеральным программе, так и по региональным программе. И люди, которые, я думаю, что они все оценивают, они видят. Потому что критиковать, конечно, в принципе, у нас они люди есть, но, в принципе, они и должны быть. Потому что, если не будет критики, мы можем начать купаться в своих лаврах, думать, что мы все достигли уже, у нас все хорошо. На самом деле, критика, она должна быть разумной, она должна быть конструктивной, прежде всего. И на сегодня уже я вижу и понимаю, что вот этот контингент, который активно был против, в некоторые моменты сильно обсуждали в социальных сетях, то есть видит положительную динамику. И вот этот накал, я уже повторюсь, наверное, накал вот этих обращений, накал критики, то есть острота вот этих обращений, она заметно снижается. Но это не дает повод как бы успокаиваться или еще раз каким-то образом снижать обороты. Должны стремиться. Но еще раз повторюсь, можем сделать только сообща, только общими усилиями мы можем решить те задачи, которые перед нами ставит руководство нашей республики, администрация района. В преддверии уже нового года, то есть буквально считанные дни остались до завершения 2019 года, я желаю, чтобы предстоящий год, будущий год нам принес, прежде всего, исполнение тех задач, которые мы перед собой ставим, ну а нашему населению, людям прежде всего здоровья, благополучия в ваших семьях, удачи и успехов. Время нашей передачи подошло к концу. Спасибо за беседу. И напоминаю, на мои вопросы сегодня отвечал председатель Совета муниципального района Ильдар Маликов. Спасибо за внимание. До свидания.